Все люди на понтах заканчивают свои понты в тот момент, когда приходит злая судьба. Потому что с злой судьбой уже вот так вот не поразговаривать. Злая судьба отступает только с помощью энергии любви. А любовь находится только в сердце настоящего, по-настоящему достойного человека. Поэтому только горе и любовь проверяют человека на его мудрость и чистоту. Все остальное временно. Поэтому если вы хотите успеха настоящего, станьте настоящими. И вы не потеряете при этом ни богатства, ни положения в обществе, ни популярность. Потому что если вам это по судьбе положено для вашей деятельности, для вашего существования, то, несомненно, Бог вам это даст. Точно так же, как если женщина, допустим, должна быть красивой для того, чтобы ей нормально жить. Все самое лучшее в ее жизни идет в красоту. Если мужчина должен быть сильным, потому что это для него нормальная жизнь, то все самое лучшее в ее жизни идет в его силу. Так делает Господь. Точно так же, если человеку нужно быть руководителем, и он выбирает правильный путь жизни, он все равно будет руководителем, только хорошим руководителем. Понимаете? Поэтому для того, чтобы быть хорошим руководителем, он должен сначала отказаться от ложного престижа. Вот это чувство ложного престижа надо вышвырнуть из своего сердца. Истинный престиж означает, что вас признал Господь. И это будет чувствоваться в сердце, чувствоваться, понимаете? Как ощущение, что правильно я все делаю в жизни. Все нормально у меня. И это не обязательно всем показывать. Потому что, когда человек по-настоящему в сердце что-то настоящее почувствовал, ему и не хочется показывать. Вот, допустим, дочка, когда влюбилась, она маме приходит и говорит, «Мама, я влюбилась». Мама говорит, «Молодец, хороший мальчик». Но если дочка влюбится по-настоящему, она маме об этом не скажет. Потому что всё настоящее не требует никаких объяснений и не требует никаких анонсов, понимаете? Настоящее не нуждается ни в чём. Если человек по-настоящему, настоящий, его все узнают. Ему не надо себя даже показывать, понимаете? Его все узнают вот так. Мы сейчас говорили с одной девушкой, и вопрос был такой. Почему никто не встречается? Я ответил ей, что в тот момент, когда ваша внутренняя сила соединится с Богом, и в тот момент, когда вы почувствуете себя не несчастным, одиноким человеком, а почувствуете себя сильным и успешным человеком, это не самовнушение, это реальное чувство. В тот момент, когда вы так почувствуете, то все остальные люди тоже так же вас почувствуют. И в этот момент вы станете нужны тому человеку, который вам принесёт счастье. Воистину, человек может жить одинокой жизнью только потому, что он не сдал свои экзамены перед Богом. Есть только одна причина. Нет никакой другой причины. Но если человек ищет какие-то другие причины, то он просто зря тратит время. Понимаете, есть разные экзамены перед Богом. Например, если человек болеет, его экзамен перед Богом — это движение. Он думает, какого-то врача надо найти, чтобы он меня вылечил. Это глупая мысль. Потому что воистину человек, только который сам победил себя, тогда его можно вылечить. Но если он не хочет сам побеждать себя или не знает, как, его никто не вылечит. Я вам рассказываю, как побеждать себя в плане болезней. Я потратил на это 30 лет жизни, чтобы это понять. Я это применяю в своей жизни. Я знаю точно, что если вы чувствуете себя больным, это значит, что вам надо длительно, непрерывно бегать на природе или ходить, паститься на воде и делать неподвижные статические упражнения. Всё это надо делать из-за взаимодействия с природой. И это даст вам сначала внутреннее чувство, что вы выздоравливаете, у вас будет больше сил сначала, больше энергии. Потом вы почувствуете себя уверенно, а потом вы выздоровеете. Вот возьмите, допустим, кошечку, да? Когда она болеет, она такая вся жалкая, такая бодранная, да? Такая лежит, никому не нужна. Как определить, что кошечка выздоравливает? Она начинает улыбаться, мурлыкать. Понимаете, обращать на вас внимание. Так? То есть, если кошечка выбрала жизнь, значит, она выздоровеет. Если она выбрала смерть, значит, умрёт. Понимаете, всё зависит от вашего выбора. Если вы сосредоточены на болезни, постоянно боитесь её, ищите врача себе, то вы не вылечитесь. Вылечиться может только тот человек, который отвлёкся от болезни и занялся тем, что её уберёт. А болезнь убирает движение и природа. Спасибо большое. Поэтому... И как выглядит человек, который выздоравливает? Он выглядит достойным. Он перестаёт быть скользким и вонючим и постепенно становится мягким и пушистым. Понимаете, да? Человек, который выздоравливает. Это тоже связано с чувством собственного достоинства. Но если человек имеет знание, как правильно жить, и даже если судьба, она привела его к болезни, то есть блокировала движение энергии в организме, привела к дисфункции в организме, если человек имеет знание, он не позволит даже... Он не позволит даже этой судьбе плохой... А, вот я понял, это камера мешает, да? Он не позволит этой плохой судьбе даже дотронуться до своего сердца. Как только человек такой почувствует, что его косит, он тут же начнёт совершать расхезы, которые дадут ему надежду на жизнь. Понимаете? Ну, то есть, правильное направление жизни уже улучшает чувство собственного достоинства. Если человек правильно что-то делает в жизни, первое ощущение, что у меня вот здесь в сердце всё хорошо, и щёчки становятся румяными. Понимаете? Точно так же, когда девушка одна, это одно и то же, понимаете? Если она правильно оформляет свою жизнь, то она тут же чувствует облегчение сначала в сердце, это признак того, что всё идёт хорошо. Я вам сказал о главном, об отношениях с Богом, но вы также должны знать, что есть прямые действия, которые улучшают судьбу. Такими прямыми действиями издяется знание о том, как судьба рушится и из-за чего. Ну, вообще, в целом, если говорить о глубине мудрости жизни, то надо понять, что у человека есть три круга жизни и три силы, которые их поправляют. Первый круг жизни — это тело, и поправляет его здоровье только природа. Не пищевые добавки, не целители, не акупунктура, а природа, понимаете? Всё остальное просто перераспределяет ту энергию, которую вы получили уже. Если у вас эта энергия есть, или она сама включится как надо, если вы много приложите силы, или кто-то поможет её побыстрее направить в нужное русло. Вот это и есть лечение. То есть первый круг жизни — это тело. И лечится оно с помощью любви к природе. Любви к природе. Потому что ты можешь начать бегать на природе, но тебе будет там некомфортно. Вот я сегодня побежал, допустим, по вашему лесу. Как только я побежал, сразу пошёл дождь. Это было рано утром. И я не почувствовал себя плохо рядом с дождём. Потому что я решил, что так считает Господь, что так лучше будет для моего здоровья, чтобы дождик был во время моего бега. Всё. Как только я так подумал, он сразу же закончился. И всё, я бегал, 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 наполнялся силами. Когда мне было совсем тяжело бежать, я настраивался на деревья, и тут же они мне делали облегчение, потому что я их любил. Через любовь идёт сила в человека. Любовь к природе копится медленно в сердце. Это знание. Любовь означает знание в данном случае. То есть, если ты знаешь, что она так делает, ты её будешь любить. Ну, то есть, природа — это та сила, которая даёт человеку возможность долго жить. И только если ты её сильно любишь, ты можешь и эту силу в себя взять. Просто так она в тебя не войдёт. Эта любовь приходит при контакте с природой. А контакт означает аскезу. Вот когда заходишь в воду, надо влюбить море или речку. И тогда войдёт в него эта сила в тебя, которая даёт очень глубокое здоровье. Есть люди, которые, в принципе, не могут перегреться на солнце. Это значит, что они любят солнце. То есть, есть люди, которые не могут, в принципе, замёрзнуть. Ну, имеется в виду, если не минус 60. Ну, там, допустим, на сквозняке, там ещё где-то. Это значит, что они любят воду, эти люди. Ну, то есть, любовь в природе делает человека очень устойчивым к жизни. То есть, он не чувствует ничего, что бы ему помешало. Точно так же есть второй круг жизни — это социум. В этом круге жизни есть тоже энергии. Понимаете? Энергии. Мы сейчас не с точки зрения отношений с Богом всё рассматривать будем, а с точки зрения энергии. Эта точка зрения тоже очень важна. Вы должны понять, как это всё работает. Вот смотрите, допустим, если девушка не может выйти замуж, и она чувствует, что у неё на это нет сил, она обесточенной себя чувствует, то это значит, что ей в сердце не хватает определённого типа энергии. в буквальном смысле слова. Что это за энергия? Вот что это за энергия, которая заставляет девушку выйти замуж? Что это за сила? Вот, допустим, если я беру, штангу поднимаю, допустим, это что за сила? Это сила моих мышц. Откуда она берётся? От тренировки. Я мышцы тренирую, и у меня появляется эта сила. Так, понимаете? То есть сила берётся от аскезы. Если я постоянно штангу поднимаю, у меня появляется сила больше поднимать, больше. Теперь, что за тренировка такая, что за деятельность даёт силу выйти замуж? Вот что такое выйти замуж для женщин? Что это за энергия? Зачем нужно замужество? Замужество нужно для того, чтобы сам прибежал. Молодец. Для того, чтобы родился ребёнок. Для этого нужно замужество. Теперь давайте зададим себе вопрос. Вот, как вы думаете, вот Богу понравится, если ребёнок родится у женщины, которая не любит людей? Ну, он ей до фени. Богу не понравится, поэтому Бог и не даёт такой женщине выйти замуж. Вот и всё. Очень просто. Всё работает в этом мире очень просто, понимаете? поэтому, вот смотрите, я вам рассказываю какие-то глубокие вещи, которые, если вы поймёте, вы всё сразу, чисто на техническом уровне, решите вопрос. Как это можно сделать? Вот смотрите, не надо думать о том, что вы не можете встретить человека. Если вы, как бы, сдадите свой экзамен, человек найдётся по-любому, понимаете? То есть, вы выйдете на пять минут из квартиры своей, и он встретится. Никуда не денется, и он там заблудится, там потеряется, для того, чтобы вас встретить. То есть, это сто процентов так будет. С этим нет проблем. У Бога с этим нет проблем. Ему сделать так, чтобы люди встретились, вообще несложно. Допустим, одна женщина должна была со мной встретиться в жизни. Она искала наставника. Вот. И Бог так сделал, что мой помощник, с которым я должен сидеть во время перелёта из Лиги в Вильнюс, он просто не получил визу. А другой помощник, он ещё не прилетел. В результате я поехал из Лиги в Вильнюс, полетел на самолёте, в котором всего два места лёта. Не три, а два. Маленький самолёт. Вот. И Бог посадил рядом со мной женщину, которой надо было узнать цель человеческой жизни. и она узнала. И она говорит, я никогда в жизни не встречал таких людей, как вы. Я хочу получать от вас наставление. Говорит, слушайте лекции. Где лекции? Эта женщина, она не разговаривает на русском. Понимаете, она с переводом будет слушать лекции, но она хотела получить знание о том, кто такой Бог. И она это знание получила. Потому что она хотела. И Бог всё для неё организовал. Не думайте, что Бог не может вам помочь. Для Него это так. Причём я до того, как все с ней рядом в самолёте, а мы именно так и сидели. Я три раза ещё встретил её до этого. Первый раз мы стояли в очереди на регистрацию. И я смотрю, она беспокоится, говорю, проходите без очереди, если вы торопитесь. Она говорит, я вырабатываю терпение. Всё замечательно. Потом, когда она узнала, что я на том же рейсе, как бы, или что, она говорит, а вы что не беспокоитесь? Я говорю, а я выработал в себе терпение. Ну, пошутил так с ней. Она такая, ну, это здорово. Вот. Ну, потом, потом она там что-то искала. Дальше уже я ей помог найти. Потом мы сели рядом с ней. Не было места, она села рядом со мной. Начала интересоваться моими кольцами. и потом, когда мы пошли в самолет, она попала рядом со мной прямо. И уже за пять минут я ей начал рассказывать о том, кто такой Бог. Потому что она её считала светом. А я объяснил, что Бог — это Личность. Неважно. Важно то, что проблем нет с тем, чтобы найти человека. Как только человек становится достойный чего-то, он тут же получает от Бога всё, что ему нужно в жизни. Тут же. Нет ни секунды промедления. теперь, если вы хотите замуж, то начните учиться любить людей. По-матерински. Подобрый. Не мужиков учитесь любить, там, краситься надо, там, это и всё прочее. в этом случае они, несомненно, будут вам привлекаться. Можно очень эффектно выглядеть вообще. Но проблема заключается в том, что у женщины есть два типа красоты. Один тип красоты внешний, который женщина может в себе поменять. И эта красота привлекает мужчин только для секса, не для замужества. Потому что, понимаете, если мужик привлёкся вами для секса, он вас за ночь не возьмёт, у неё другие планы. А если вы хотите замуж, тогда нужно, чтобы он привлёкся не вашей красотой внешней, а чтобы он почувствовал ответственность за вас, сердечную связь, чтобы он захотел заботиться о вас всю жизнь. Эта красота идёт из сердца, из внешнего. А из сердца, красота из сердца, которое у женщины в сердце существует, это красота её доброты к людям. Её желание заботиться о людях. Понимаете? И если вы хотите замуж, станьте активную жизненную позицию, займите. Социально станьте активными. Женщина не может быть социально-пассивной, если она хочет быть замужем. Она не может просто сидеть дома и заботиться о кошечках. она должна искать людей, помогать людям, помогать немощным старушкам, помогать дружбой, подружкам своим, заботиться о людях вокруг всех, какие только есть, быть очень активной в этой заботе, радоваться людям, при встрече улыбаться всем. И когда она будет радоваться людям, постепенно она будет вот эту силу для поднятия штанги копить, копить, копить в себе. И в тот момент женщины, в тот момент, когда женщина чувствует в своём сердце, что ей и так хорошо уже без мужика, в этот момент она стала сильнее мужчин в своей силе женской. С этого момента, когда она чувствует, что ей так хорошо, её чувство собственного достоинства встанет в очень сильную позицию. И в этот момент она начнёт замечать, что в неё обращают внимание те люди, которые бы она хотела замуж. Но она будет уже это воспринимать, ну, вы обращают, вы обращают. Как бы познакомиться хорошо, не познакомиться тоже нормально. Потому что я как бы уже чувствую себя хорошо, меня всё в жизни устраивает. Не то, что она замуж не хочет. Просто это для неё не становится болезнью, понимаете? Это желание для неё становится просто нормальной ситуацией жизни. И она может спокойно выбирать себе человека в этом случае. и будет несколько человек, желающих сразу взять её замуж. И если говорить уже таким простым, примитивным языком, как выйти замуж, то нужно уметь мужичка сбить с ног. Понимаете, то когда он теряет почву под ногами, он тогда эту глупую мысль как бы в своём голове решает жить для жены, для детей, упахиваться, терпеть все её при бабахи. Ну, то есть он в этом случае только готов на это, на всё, когда она такую сильную любовь имеет к людям, что вот ради такой девушки я готов пожертвовать своей жизнью. А не просто ради кого угодно, понимаете? Просто потому, что она красивая, это недостаточно. поэтому в этом мире побеждает только тот, кто культирует силу в себе. Есть женская сила, есть мужская. Если мужчина не может найти себе работу, но есть разные виды работы, но ему то не нравится, это не нравится. То ему не нравится ни работа, он думает, что он не может найти себе работу, потому что он не нашёл какой-то вид работы, который бы ему понравился. Он просто не любит работать. И это любовь к труду, это тоже аскеза. Понимаете, надо найти себе какую-то любую работу, где ты востребован. Там, скорее всего, не будет много денег, что ты ещё не сдал свой экзамен для этого. И просто там работай до тех пор, пока ты не привыкнешь к этой работе. Сначала ты просто привыкнешь, а потом тебе будет просто нравится работать. И в тот момент, когда тебе будет нравится работать, вообще не парься. Иди в любое место, где дают работу, потому что твоё чувство собственного достоинства встанет в нужную позицию, в сильную. Ты когда придёшь к работодателю и скажешь, я как бы не могу без работы, мне нравится работа. У вас есть какая-нибудь работа? И скажешь, конечно, для тебя есть! Потому что работодатели, они по запаху чувствуют, кто будет работать, а кто нет. Они уже собаку съели на этом. Ну, русское высказывание означает специалистами ставят. Вот и всё. Ну, то есть мужчина, который победил в себе нежелание работать, сначала находит в себе работу, которая даст ему достаточно средств. Потому что когда побеждается это желание нежелание работать, то у мужчины начинает развиваться понимание, где он более эффективен. Ну, это сравнивается с тем, как вот, допустим, солдат воюет, допустим, на войне, да? И он как бы перестал бояться войны. И дальше он научится, он поймёт, где ему воевать эффективнее. Понимаете, он перестал когда бояться, он начал разбираться в том, что происходит. Точно так же человек, когда он работает, мужчина, когда он полюбил труд, с этого момента он начинает понимать, где он более эффективен, где он лучше может работать. И так человек находит свою специальность, которая будет приносить ему деньги, потому что эффективное означает хорошая зарплата. понимает. Понимаете, о чём я говорю или нет? Я говорю о силе сейчас. Есть разные энергии, разные виды сил. Вот что за сила нужна мужчине? Ему нужна сила любви к труду. Это тоже сила. Эта сила вырабатывает соскезы. человек должен просто учиться не думать о деньгах во время работы, а просто чтобы всем хорошо было, когда я работаю. Радоваться всем, любить всех людей, любить труд сам. Человек вот делает, делает это, и приходит время, и он раз, щелчок в его сердце такое происходит, и он чувствует, что ему нормально на работе. Ему не надо бежать никуда, не надо требовать денег, ему хорошо работать, ему нравится. И с этого момента он стал сильным. В чем? Чтобы найти себе работу. Такой человек никогда без работы не останется, потому что он обрел силу в этом вопросе. Он соприкасается с этой энергией полезности, которая нужна от него, для того, чтобы он был успешным. И чувство собственного достоинства такого мужчины так встает, что все видят, что он любит труд. Каждый человек видит его. И все хотят взять его на работу. Потому что он такой. Это видно. В этом заключается успех. Девушка, которая любит людей, она становится такой красивой, что хочется взять замуж. И при этом внешне она может быть и некрасивая. Понимаете, это другой вид красоты красоты Имейте ввиду, что это как бы сильная сейчас современная вот эта привязанность к тому, что надо быть красивее других, тогда тебя возьмут замуж. это идея неплохая. Неплохая. Но не самое главное. Если девушка не сдала экзамен, а выглядит красивее других, ну не возьмут, ну будут обращать на них внимание, ну замуж не возьмут. Какая девушка сила, чтобы была нужно сдавать экзамены? Бог хочет, чтобы мать любила людей. И поэтому Он не дает возможность женщине быть женой и матерью, если она этой силы любви к людям не достигает. Поэтому в древней культуре, в физической культуре есть определенные объяснения есть такие священные писания, которые объясняют женщине, какие аскезы она должна совершать для того, чтобы выйти замуж. И вот эти вот древние сказки русские, вот сказка про Золушку, например, это сказка про эти аскезы. Когда Золушка означает Зола, ну то есть вся в Золе, когда девушка служит всем и всем, ну то есть представляете ситуация такая, она вообще не с матерью живет, а с мачехой, и та любит больше, чем ее, и заставляет ее больше работать. А та приняла такую жизнь, всем служит, всем забыться, всем рада, улыбается, и докопила такую красоту, что за принца замуж вышла. Это реально, понимаете, это просто вот эти все, ну, эти, как бы здесь такие, ну, сказки, приводятся все крайние вещи для того, чтобы дать человеку мудрость жизни. Понимаете, вот как девушка должна себя вести, чтобы она вышла замуж за принца. Для этого надо стать таким человеком, надо вот так себя вести, всем служить, не бояться унижения, всех любить, и все, ты будешь самой лучшей, самой красивой. И кто тебя приведет замуж за принца, твое чувство собственного достоинства? Что такое чувство собственного достоинства? Это оценка человека Богом. И эта оценка, это что такое? Это его визитная карточка. Не типа, вот, возьмите мою визитную карточку. Визитная карточка здесь, внутри находится. Поэтому, когда человек имеет эту оценку правильную от Бога, Бог всем показывает, смотрите на эту девушку, смотрите, вот такая жена будет. Ни перед кем не скрывают. Ни вот такая любовница будет. Ни в постели вот так будет, а жена будет вот такая. Именно для этого замуж и берут, для того, чтобы жена была хорошей. Все видно. или берите этого человека на работу, он любит труд. А если вы не видите, что он любит труд, это ваши проблемы. Потому что только тот начальник, который видит таких людей, любит таких людей добрых, сам добрый, такой начальник этого человека увидит и возьмет. Это значит, что он приобретает не только любовь к труду, а также хорошего руководителя, который уважает тех, кто любит труд. Теперь человек, допустим, по природе должен руководить людьми. Есть такие люди, которые рождаются руководить людьми, у них такая природа. Но они не только руководить людьми не могут, они даже не могут вообще денег накопить на предприятие на свое, вообще ноль. Что делать? как попасть вот в ту струю, чтобы тебя вынесло прямо к руководству людьми? Расскажу вам одну историю. В принципе, я и до этого рассказывал, как это сделать, но эта история уже с тем человеком, который послушал эти рассказы и сделал именно так все. Это будет вам интересно послушать. Один человек приехал ко мне в Барнаул на лекцию из Новосибирска. И он приехал ко мне туда на лекцию не для того, чтобы задать вопрос. Он хотел, поднимал руку, чтобы сказать людям правду. Я заметил этого человека, дал ему слово. Он стал говорить, я не спрашивать буду, я буду говорить. Я говорю, говорить. И он сказал. сначала принцип такой, понимаете, сила, которая дает человеку возможность подняться до того социального положения, которое делает его старшим в обществе, дает ему власть. Эта сила называется уважение к старшим. Причем именно тех старших, которых ты уважаешь, ты туда идешь. Например, если ты наставников уважаешь, ты не к власти идешь, ты идешь к Богу. Но если тебе в жизни реально нужно управлять людьми, значит, ты должен также научиться уважать правительство в этой стране, должен научиться уважать директора завода и вообще любого человека, которому Бог дал власть. А если ты в своем сердце чувствуешь неприязнь к этим людям, значит, ты никогда не будешь иметь высокого положения в обществе. Потому что для того, чтобы иметь высокое положение в обществе, надо понять замысел Бога. Бог хочет, чтобы люди, которые имеют власть, держались друг друга, чтобы власть была сильной в этой стране, чтобы не было воин, чтобы не было разрухи никакой. Для этого нужна сила, связи очень сильные, крепкие общество было отлажено, чтобы все было нормально. Понимаете? Для этого Бога есть свой план. В чем он заключается? Если человек хочет управлять другими людьми, он должен получить ту силу, которая его приблизит к тем, кто управляет людьми, и только они лишат, чтобы он был руководителем. Один руководитель ко мне в Москве подошел и говорит, Олег Геннадьевич, у меня хорошее предприятие, все классно, но что-то в последнее время у меня все рушится. Я говорю, давайте будем конкретными. У вас все рушится, потому что вас замучили проверки. Он говорит, правильно. Я говорю, есть только одна причина, почему это происходит. Он говорит, какая? Я говорю, вы не уважаете власть. Он говорит, ну и что, я же об этом никому не говорю. Я говорю, хорошо. раз вы этого не понимаете, я вам сейчас приведу пример. Вот допустим, вас милиционер на дороге останавливает, я не знаю, у вас есть такое или нет, останавливает милиционер на дороге, и он может вас оштрафовать, а может не оштрафовать. И в чем заключается разница, как он принимает решение? Если вы уважаете власть и выходите как бы из машины показывать документы, он вас не оштрафует, отпустит. А если вы не уважаете власть, он вас обязательно оштрафует. Теперь второй пример. Если вы, это то, что я видел реально на своей жизни, если вы любите хозяина, то собачка, даже пусть на вас будет гавкать, она никогда вас не укусит, если вы зайдете в дом к этому хозяину, и никого вокруг не будет, а собачка будет не на цепи. Она все равно вас не укусит, потому что она подчует, что вы свой, потому что вы любите хозяина. Так это работает. У меня была разок такая ситуация, я в Ижевске остановился у одного хорошего человека, у него свой дом большой, и я утром пошел молиться на улицу, дышать свежим воздухом и молиться. Все спали, а в этом доме так принято, что ночью, когда все спят, собаку отпускают в цепи, а собачка не маленькая, ну то есть, знаете, она говорит не гав-гав, а вот так примерно, вау, вау, понимаете, то есть, ну как бы серьезная собачка, ну чуть поменьше меня такая собачка. Вот, я когда молиться вышел, собачка подбежала ко мне и начала бегать рядом со мной, и в таком как бы взаимодействии меня с собачкой как бы хозяин в ужасе выбежал из дома. Он понял, что я вышел на улицу, а собачка не на цепи. И потом он мне рассказал, как его сосед, с которым у них плохие отношения, ну калитка была открыта рано утром, он зашел, и собачка его чуть не порвала, его пришлось зашивать. Но меня собачка очень полюбила. Почему? Потому что я любил хозяина. Она даже не думала на меня гавкать, она подбежала ко мне и как кошечка начала обо мне тереться. Классно? Я говорю, точно так же. И вы, когда начнете любить старших, и поймете замысел Бога, что Он сам решает, кого ставить над нами, и мы решаем, а Он, тогда вас никто не будет проверять, и у вас все будет процветать. Он посмотрел на меня, этот дяденька, и начал думать. И это хорошо. Так вот, человек, который в Барнауле встал на свое место, он рассказал свою историю. Ему очень хотелось руководить людьми, очень хотел быть старшим. Когда Он узнал от меня все эти подробности, Он начал это все делать, искренне очень. Первое, что Он сделал, Он начал извиняться каждый день перед своим отцом. отцом, у него отец каждый день ему начал звонить и благословлять его на следующий день. Немедленно жизнь его начала после после этого сильно меняться. Потом дальше он начал поставить свои цели просто уважать в сердце начальство. На том месте он работает в крупном предприятии, в каком-то крупной фирме и там большой штат руководителей, руководства. И он просто начал сердце уважать начальство, свое руководство. И один раз руководитель, самый главный руководитель предприятия, вызвал его и говорит, мы вас хотим учить менеджменту. Есть такие курсы, они дорогие, длитные, платные курсы. Вам пойти на эти курсы. Он говорит, а сколько они стоят? Ему сказали цену, он сказал, мне нет таких денег. Он говорит, за это не волнуйтесь, мы вам оплатим больше того, когда вы будете учиться, вы будете получать зарплату. Он говорит, а почему вы меня выбрали, у вас много помощников талантовых, которые не прошли этого образования? Он удивился очень искренне, задал ему вопрос. Начальник на что ему ответил? Это я решаю, кого мне выбирать, а не ты. Кстати, человек пошел учиться на эти курсы. И когда он чуть-чуть отучился, и у него пошли хорошие сигналы от тех, кто его обучает, то ему позвонил этот начальник, сказал, у нас образуется новый отдел, когда выучишься, придешь, будешь его руководителем. А он был просто обычным рабочим. Понимаете, о чем я говорю, или нет? Есть сила, которая исходит из человека, которая оставляет все точки над «и» в отношениях с людьми и судьбой. Это сила и есть сама удача. это именно сила, понимаете? Именно сила. И эта сила всегда исходит из какой-то аскезы. Если человек эту аскезу совершает, то он несомненно достигает того результата, которого он хочет достичь. Приведу еще один вам пример. Вот например, возможность иметь детей, кроме того, что женщина любит природу и на ней как бы бегает-прыгает, она легко получает детей. Есть еще одна вещь очень важная. Это любовь к детям. Я вам сейчас одну историю расскажу, которая для вас может быть очень поучительной. У меня есть одна знакомая, я просто знаю эту историю из 5-6 лет жизни ее. Есть одна знакомая, которая заболела туберкулезом придатков. Это редкое заболевание, которое лишает человека вообще всех органов для зачатия, для возможности изучать ребенка. То есть человек становится инвалидом на всю жизнь. У ней там только начался туберкулез, ей удалили пол придатка. И в принципе сказали, что какой-то небольшой шанс получить изучать ребенка есть. Но эта девушка не стала ждать, когда этот шанс воплотиться в жизнь. И она просто взяла маленького мальчика на воспитание. Немедленно, как только узнала об этом. И как только она это сделала, у нее в сердце проснулись огромные материнские чувства. То есть любовь к ребенку начала жить в ее сердце. И вместе с этой любовью начали сильно работать гормональные функции женские. Как вы сами понимаете, это одно с другим очень сильно связано. В результате очень быстро она забеременела и родила еще одного сына. А потом, чтобы никому не показалось, что это случайность, родила еще и дочь. И так у нее стало три ребенка вместо ни одного. Но цена, которую она заплатила, она взяла ребенка на воспитание. И в результате этот ребенок сделал ей еще двоих. Потому что он включил в нее те энергии, которые сильнее болезни. Понимаете? Я просто вам говорю о том, как можно и как нужно. Ну, то есть мы говорим с вами о социальном успехе, да? То есть мы рассказываем разные варианты и как быстро достичь чего через правильное включение аскезы. То есть аскеза, она ставит чувство собственного достоинства в такое положение человека, которое приводит его к победе. Мы изучаем эту тему. Там же заявлено, что мы про успех будем говорить. следующий вариант это допустим для мужчины уважение его, ну, когда его уважают сотрудники. Что за сила заставляет уважать сотрудниками мужчину? что за сила такая в нем находится, которая заставляет его уважать его сотрудниками, а точнее даже любить, чтобы он был таким душой коллектива, любимый человек. Что за сила делает его таким любимым? Тот мужчина, который решил провести необычный эксперимент, эксперимент заключается в том, что он вопреки внутреннему чувству решает помочь жене стать счастливой. Ну, как бы не соревноваться с ней, кто больше имеет право на счастье, чем занимаются все в этой жизни. Постоянно идет борьба между мужским и женским счастьем, а они имеют противоположную природу. То, что женщине счастье для мужчины аскезы, то, что мужчине счастье для женщины аскезы. И мужчина начинает просто перед женщиной очень аккуратно, моя дорогая, хочешь это, пожалуйста, а это я тебе не могу сейчас дать, но в будущем обязательно. И так далее. Вот так вот делают ее счастливой. Некоторые мужчины думают, что это унижение, но если ты добровольно как бы это делаешь, какое-то унижение, унижение означает, что тебя насилуют. Вот если ты добровольно женщине служишь и прыгаешь перед ней на задних лапках, она, конечно, такие глупости говорит, с точки зрения мужчины иногда, что это вообще как бы не обращая на это внимания, все равно делай так, как ей нравится жизнь. И это приведет к интересному результату. В один какой-то прекрасный момент она подойдет и скажет, ты самый лучший на свете для меня человек. И скажет это очень искренне. С этого момента ты станешь самым лучшим на свете человек. Потому что именно оценка женщины дает такую силу мужчине в сердце. Поэтому мужчины стараются все делать для женщин, чтобы их оценили. И с этого момента все сотрудники на работе тоже это почувствуют. Его сердце будет гореть такая сила, которая будет всем нравиться. Все сотрудники будут счастливы от этого человека и будут всегда чувствовать, что он очень хороший. только потому, что он сделает счастливой свою жену. С другой стороны, если жена постоянно его пилит и не удовлетворена им, и постоянно чувствует, что он не самый лучший вариант, то все остальные будут тоже чувствовать, что он не самый лучший вариант. Потому что мужчина может побеждать судьбу, может преодолевать трудности, но ощущение, что он за птица, дает в его сердце не он, а его жена. То есть другими словами, это она решает, будут его все любить или нет. Если говорить более глубоким таким языком, то на самом деле даже не она. Есть такое понятие, очень трудно понимаемое, есть Бог, как Бог, он Бог сам, а есть его жена, понимаете, супруга Господа. Это мало кто понимает, кто это такая вообще, это такая скрытая персонажа. Так вот, супруга Господа, чтобы вы знали, это и есть воплощенное счастье, это и есть воплощенная любовь, это и есть воплощенная удача, это и есть воплощенное богатство, это и есть победа, видите, все женского рода. Вот, так вот, женщина не может сама побеждать, вернее, может быть и может, но у нее это плохо получается, но зато у нее есть сила благословить на победу, женщине тяжело самой зарабатывать, но зато у нее есть сила делать так, чтобы муж зарабатывал, сила. Женщина, Всегда она очень благодарна по природе. От неё исходит вот эта сила благословения. И проклятие тоже. Да, у мужчины. Поэтому не связывайтесь с женщинами. Это очень опасно. Они такие хорошенькие внешние. Жизнь забирает именно женщина. Я её немножко чувствую, когда она к человеку приходит. Видно. Жизнь сама вот такая чувствует себя, что я такая беспомощная, бессвященная. Что я могу сделать? Ей так кажется тоже. На самом деле, знаете, что женщина любая является представительницей супруги Господа. Представьте, вы приходите в какое-то место такое, и там написано «Посольство от Бога, от супруги Господа». И там в этом посольстве написано «Богатство, власть, успешное отношение с людьми и так далее». И перед каждым как бы окошечком сидит такая женщина, такая пробкая, такая несчастная. «И ты ей говоришь, ну давай, богатство подходишь». Она говорит «Я вам ничем не могу помочь». «А что тогда села сюда?» Она такая «Ну потому что я женщина». «Ну пусть сядет, которая может помочь». И тут из нее исходит такое, она уже начинает обижаться и говорит «Тебе вообще никогда не будет богатства, если так будешь себя вести с женщинами». «И он думал, вот дура». Но потом оказывается, что так оно и есть. Потому что он с этим посольством неправильно себя повел. С другой стороны, он подходит и начинает говорить «Ой, какая вы хороший такой человек. Я не знаю, зачем вы сюда сели, как это с богатством связано, но как бы, ну вот я вижу, что вы такой вот человек добрый по природе». Она говорит «Да, спасибо вам за добрые слова, я так благодарна, желаю вам богатства». Потом он выходит, смотрит, на нее деньги повалились. И что все думают, вот это да. Я вам рассказываю реальную жизнь. Это все не игрушки, понимаете. Женщина выглядит внешне такая, как бы, беззащитная. Это представительница супруги Бога. И поэтому из женщины, естественно, исходят три силы. Она сама, кстати, не может их продуцировать, эти силы. Они исходят из нее, если человек удовлетворит в отношениях с своей женой, супругу Бога. И тогда он получает особое благословение от нее, от супруги Бога. Итак, что это за три варианта его жизни при трех вариантах отношений с женой? Первый вариант. Мужчина заботится о жене, все делает для нее, как надо. И тогда супруга Господа превращается в удачу. Она все делает для него, как надо. И он счастлив, у него успешный человек, у него все в жизни получается. Второй вариант. Мужчина старается угодить жене, но не всегда получается. И она приходит к нему в виде супруги правителя Вселенной, которую зовут Знанием. И она начинает его обучать. То есть она ему дает советы, по-доброму или не очень. И он получает знания в общении с такой женщиной. И потом удачу. И третий вариант. Если он делает крутой вид перед своей женой, пальцы Бейрон, там, мучает ее, издевается над ней, то она сначала терпит, она не хочет такого исхода. Она терпит сначала жену. Но не хочет, чтобы так вот было. Так же бывает, правда? Но пока, когда она уже не вытерпела, то из нее исходит еще одна женщина, которая является разрушительницей этого мира. И эта женщина, никто и ничто не может ей сопротивляться. И если она пришла через жену, то у этого человека в жизни все будет разрушено. Хотя жена этого не хотела. Просто она в него разгнидывалась и все. Поэтому очень важно понять мужчине, что если жену взяла себе, то веди себя с ней хорошо. Тебе же лучше будет. Женщины не должны этим пользоваться. Потому что есть еще другое начало, мужское начало божественное. И это божественное мужское начало, что предлагает женщине? Оно предлагает женщине вот что. Оно ей говорит. Ты, говорит, можешь наслаждаться этим миром, этой жизнью, можешь иметь детей, любить всех, можешь не работать, можешь испытать все виды счастья в этом мире. Есть только одна цена, которую ты должна заплатить. Эта цена называется уважение к мужу как к старшему и сильное желание слушать его советы, делать так, как он говорит. А если он говорит глупости, то, по крайней мере, делать вид, что ты этого не заметил. Понимаете? И второе, нужно быть верной этому человеку, даже в мыслях не допускать каких-то других вариантов и всегда стараться ему служить. И когда женщина так себя ведёт, то через него действует мужское начало, божественное, которое женщине даёт всё, что ей нужно в жизни. Спокойную жизнь, счастье, удовлетворение и так далее. Цена вот такая женщины. Но если вы эту цену не сдали, тогда придёт самим работать, быть одной и т.д.